Мы поговорим о безопасности и о помощи, которую осуществляет наш представитель здесь, в Мексике. Парень, который родился и вырос в Соединенных Штатах, но тем не менее он сейчас находится в Мехико-Сити. Он вернулся обратно на свою историческую родину, бизнес и так далее. Итак, ребята, для чего нужно сопровождение здесь, на территории Мексики? Сразу вам расскажу про случаи, которые были у нас в нашей компании. Был такой момент, когда человек позвонил нам и сказал, что он пришел на границу подавать на убежище. Он встал и стоял в очереди, а подошел к мексиканцам. Мексиканцы ему сказали на испанском, чтобы он постоял и подождал, пока за ним придут. Он остановился, отошел в сторонку, подождал два часа, потом увидел, как к нему идут. Ему показалось, что его хотят арестовать. Он руки в ноги и убежал. И так он делал три раза, потом он позвонил нам, ребята, помогите, я ничего не понимаю. Я не знаю английский, я не знаю испанский, что мне делать, меня не принимают. Мы его взяли, Карлос поехал с ним. В 12 часов ночи они оказались на границе. Он передал этого человека в руки тех, кто ему поможет. На испанском объяснил, что ему нужно, и человек ушел. Также были случаи, когда в Тихуано, вы знаете, что в Тихуано разные районы. И в разных районах местные жители ведут себя по-разному. Бывают моменты, когда клиент забрел не в тот район, и чтобы ему помочь, чтобы ему помочь сориентироваться вообще в Мексике, подключается наш испаноговорящий представитель, который сразу его отводит от тех мест, которые могут так или иначе повлиять на его безопасность. Да, в Тихуано безопасно, да, там есть много полиции, но тем не менее, все равно испаноговорящий человек нужен, потому что не все здесь, в Мексике, разговаривают по-английски. Кстати, ребята, информационный портал Мигрант Медиа – это профессиональные журналисты, которые просто сопровождают людей, подающих на политическое убежище. На моем примере, всегда я вот этот случай вспоминаю, подавал на убежище в Тихуано политик, за ним шли где-то примерно 10, наверное, 12 человек, репортеров, большие камеры, не то что там наши, маленькие. Вот, то есть снимали прямо до самой границы. Почему? Потому что СМИ, это, естественно, прибавляет весе. У меня были тоже друзья, которые подавали на убежище, они, находясь в иммиграционном лагере, оттуда делали информационные вбросы, которые потом очень-очень мощно тиражировались в Бишкеке о том, что где человек там и так далее. То есть это фактически прибавило ему в кейсе, ну, любое участие СМИ – это своего рода поддержка и усиление того самого кейса. Вот, если говорить про наших ребят, да, кого-то я снимаю, кому-то не нравится, кто-то не хочет, кого-то мы замазываем. Это дело любого из вас, то есть кому это нужно, тот просто говорит, я хочу, чтобы меня сняли, потому что вы журналисты, у вас есть бэджики, вы находитесь в составе Союза журналистов России, вам это нужно, и нам это нужно. А те, кто говорит нет, ну, соответственно, мы говорим нет и все. Так что не думайте, что если вы поехали с нами с сопровождением, то мы обязательно будем вас снимать. Еще один момент важный, ребят, мы не всегда находимся в Мексике, здесь мы исключительно для того, чтобы проверить, какая ситуация на границе, посмотреть, как проходят люди, ну и сделать просто объективную информацию по Мексике. То есть у нас наш пункт назначения, он пока неизвестен, то есть мы путешествуем, мы ездим, снимаем в те места, где живут иммигранты, это может быть остров Гуам, это может быть Сайпан, это может быть европейские страны. Мы вот планируем сейчас поехать в Австралию, в Канаду, в Германию, у нас есть друзья-иммигранты. Швеция, есть идея снять серию видеороликов о том, как живут в шведских иммиграционных лагерях. Ну и также Мексика, то есть мы здесь не каждый день. Почему? Потому что у нас есть представитель, который вас встречает в аэропорту, который с вами едет и который вас отдает на границе. Он передает людям, которые говорят на испанском, он им объясняет, что вы хотите, для чего вы идете, каким образом сложилась ваша жизнь в вашей стране, что вы просите, то самое политическое убежище и все. То есть с вами работают профессионалы, ну а мы, в свою очередь, каждые полгода сюда приезжаем для того, чтобы сделать просто проверку. Ну и снять материалы, которые вы смотрите. И спасибо вам за это. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет вам с исторического места, второе по величине после египетских пирамид. Всем всего доброго, будьте здесь, пока.